Привет, друзья! Вы на канале Байтихлабс и с вами Аня. А сегодня у нас обзор пролетарского трехглазого смартфона Xiaomi Redmi S2. Модель новая и за своей относительно невысокой цены интересная. Так что давайте без долгих вступлений и предисловий обратим свои взоры на телефончик, продажи которого буквально на днях начались в России. Модель это по современным меркам и не большая и не маленькая. Экран приличный, все-таки 5,99 дюйма, но рамки небольшие, поэтому в руке он лежит неплохо. Кнопкам если и приходится тянуться, то не сильно. А вот тактильные ощущения не очень приятные. Дело в том, что корпус выглядит как металл, а на самом деле целиком и полностью он пластиковый. Несмотря на отменную сборку, в руке Redmi S2 оставляет ощущение, дешевой модели. Но хотя бы отпечатки пальцев на корпусе не сильно заметны. И на том спасибо. Зачем дизайнеры прилепили эту имитацию антенну вверху и внизу тыльной панели, непонятно. Ведь пластиковый корпус не нуждается в выносных полосках антенны. Ладно, будем считать это просто такой фишечкой дизайна. Основную камеру поставили в угол, а сканер отпечатков пальцев находится на своем традиционном месте посередине. Кнопки включения и регулировки громкости тоже на своем обычном месте, а напротив них единственный лоток на три карты. Redmi S2 не заставляет выбирать между карточками microSD и второй симкой. И это приятно. На верхней и нижней гранях все стандартно. Вверху имеем гнездо для наушников и экобластер, а внизу порт microUSB и один динамик. На максимальной громкости телефон звучит как-то блекло. Возможно здесь виновата конструкция пластикового корпуса, добавляющая резонансного шума. Но зато в наушниках полный порядок. Спасибо встроенному в Snapdragon 625 аудио-чипу. Над экраном рядом с фронталкой расположен скромненький индикатор пропущенных событий, а по другую сторону от динамика имеется вспышка. В общем, дизайн и конструкция Redmi S2 целиком и полностью соответствует цене этой модели. Еще один явный признак экономии наряду с пластиковым корпусом – это экран. В Redmi S2 используется матрица на 5,99 дюйма, как и в Redmi 5 Plus, но только разрешение ее в два раза ниже – 1440 на 720 пикселей, а не 2,160 на 1080. Само собой, матрица не лучшим образом подходит для игр, где увидеть лесенку проще простого. Присутствует и пикселизация, причем не только в играх, но и в обычных приложениях. Ну и никакого толка смотреть сериалы в Full HD на этом экране нет. Словом, дисплей большой, но качеством не блещет, хотя углы обзора традиционно для матрицы IPS большие, а яркости хватает и для солнечного летнего денька. Само собой, тут присутствует и автоматическая регулировка яркости, и пробуждение по двойному тапу, и подстройка баланса. Redmi S2 построен на очень распространенной платформе Qualcomm Snapdragon 625. Она используется, если не в каждом втором, то, наверное, в каждом пятом-шестом телефоне. Платформа действительно удачная. Она обеспечивает пока еще неплохую производительность и не сильно жрет батареи, но потенциала на будущее у нее уже практически нет. В этом плане Snapdragon 636, используемая в пятых ноутах, выглядит намного привлекательнее. Предварительность телефона в бенчмарках на уровне ниже среднего, если зато, к примеру, брать 300 тысяч баллов в Antutu у недавно представленного флагмана Xiaomi Mi 8. Тем не менее, пока с такими показателями можно жить. Доказательством этого служит геймплей. Redmi S2 позволяет играть даже на максимальных настройках, но с выходом игрушек поновее лавочка может прикрыться и придется жертвовать качеством графики в угоду более высокому FPS. И, кстати, более низкое разрешение экрана в каком-то смысле на руку игроку, потому что оно меньше нагружает графику в лице Adreno 506. Объемы памяти стандартны для моделей такого уровня – 3,32 и 4,64 гига. Но на тест досталось первое, и не сказать, чтобы памяти было недостаточно. К тому же не забываем про возможность воспользоваться карточкой microSD. Программная платформа – стандартная для многих новых телефонов Android 8.1, поверх которой установлен фирменный интерфейс MIUI 9.5. До недавнего времени MIUI 9.5 был самым свежим, но пару недель назад представили MIUI 10, и девятка сразу устарела. Redmi 2s наряду с флагманами Mi 8 и Mi Mix 2s является первым претендентом на MIUI 10. Новая прошивка для него появится уже в июне, но будет предназначена только для тестов. Глобалка выйдет, скорее всего, не раньше конца лета. И вот мы наконец-то добрались до камер – самой важной части Redmi S2. Основная камера этого телефона представлена датчиками разрешением 12 и 5 мегапикселей. Первый отвечает непосредственно за съемку фото и видео, а второй используется для определения глубины сцены, чтобы радовать нас пользователей портретами с красивым бокем. И действительно, Redmi S2 удаются очень приличные портреты, но чтобы модель оказалась довольна результатом, фотографу нужно попотеть, потому что фотофокус часто промахивается, и в итоге размытым может быть передний план, а не задний. Из других особенностей камеры можно отметить наличие режима Auto HDR и полуручной режим. Почему полу? Да потому что отрегулировать в нем можно только баланс белого и выдержку ISO. В общем же камера неплохо снимает днем при достаточном количестве света. Какие-то особые артефакты съемки в таких условиях едва не заметны. А вот ночью ситуация сильно ухудшается, и часто за шумами не рассмотреть не то что деталей, но и самих объектов, если они мелкие. Камера Redmi S2 такая же, как и у Redmi Note 5 Pro, поэтому по части камеры S2 выглядит предпочтительнее, чем у Redmi 5 Plus. Фронтайлка имеет разрешение 16 мегапикселей. Тут вроде бы есть какой-то искусственный интеллект, но толку от него как-то немного. Все равно на фотках много шума, да и в целом качество оставляет желать лучшего. Если у Redmi 5 Plus установлена батарея на 4000 мАч, то в Redmi S2 имеем 3080. На два дня полноценной работы батареи S2 не хватает, но на день полного заряда достаточно. Еще даже немного останется. К сожалению, быстрой зарядки в Redmi S2 нет. Даже при подключении к мощному заряднику на 24 ватта, телефон полностью заряжается только за два часа. Ну что же, вот таким получился пластиковый Redmi S2. Достаточно дешевым, но не совсем однозначным. При примерно равной цене с Redmi 5 Plus эта модель сильно уступает по общим ощущениям от смартфона. У S2 нет ни экрана Full HD, ни металлического корпуса, ни батареи на 4000 мАч. Зато есть двойная камера, как у старшего Redmi Note 5 Pro. И пускай она не способна на чудеса ночью, но днем снимает очень хорошо, особенно портреты. Правда, с периодически мажущим автофокусом еще придется поискать взаимопонимание. Стоит ли сейчас покупать Redmi S2? Хороший вопрос. Лично я бы отдала предпочтение пятому ноуту, который построен на Snapdragon 636, или подождала бы шестой Redmi, который должен выйти вроде бы через пару месяцев. Ставьте лайк, подписывайтесь на наш канал и, следите за обновлениями. Спасибо, пока-пока!